Хайли Морсунта Лимон. С чего я хочу начать этот ролик это поблагодарить вас за полторы тысячи подписчиков. Мне очень приятно то что вы на меня подписывайтесь, смотрите мои ролики, пишите комментарии. Ну а в честь этого небольшого такого юбилейка я решил выложить ролик под названием топ-10 любимых боев. Наконец-то топ-10 на моем канале появилась и с чего я хочу начать это топ-10 любимых боев из первого сезона от Такара Томми. Да, я решил начать с Такара Томми и это будет мое чистое, мое только мое мнение. Какой сильный, какой слабый. Так что я не хочу страдать в моих в комментариях. Так что это мое мнение. Все. Десятое место занимает Райсингер Октавор. Он вообще попал в топ-10. Это личное мое мнение. Райсингер Октавор очень классный. У него классный диск. Тяжелый на то время и хороший драйвер. Но в чем его слабость? А слабость всего только одно. Это взрывы. Он взрывучий. Он может взорваться. Он может со своим соперником сделать двойную ничью, например, по взрыву. Но иногда он может и перекрутить своих соперников. Иногда у меня даже бывало то, что он перекруживал Лост Лонгенуса. Но атак Лост Лонгенус его всегда взрывал. Вот. Но иногда. Он иногда может выстоять сильных атак. А иногда не может. Так что занимает десятое место. Ну и девятое место занимает Зелён Зевс. Да. Девятое место. Вы знаете, многим это любимый Бэй. Но, типа, может напишет, почему? Он же классный. Да. Кому-то он нравится. Но мне он такой 50 на 50. В чем проблема? Такая же проблема это со взрывами. Он некоторым может, типа, взорваться из-за кого-то. Но и бывает одна маленький подкол. То, что он необычно сражается на арене. Если вот сразить его с Думсадзем в первом раунде, он может ему его выиграть. Если во втором раунде он может ему проиграть. А в третьем раунде он может опять его выиграть. То есть... И при этом запуск не отличается. Я вам так скажу. У меня. То есть, сила запуска. Вообще. То есть, этот Зельтерон необычный. То есть, он может и проиграть этому сопернику. И он может его и выиграть. Из-за этого сомнения, то есть, то что он непонятно сил да классно это вниз то что типа внутри шарики но он толком силы не дает вот так что он заслужил девятое место восьмое место занимает вайлдвайвер это очень классный волчок он очень сильный красивый мощный фейковая версия такая томми он тоже красивый но он взрывучий он может с соперником взять войну и ничью по взрыву может просто взорваться от соперника ну и как бы вот так нет классный драйвер он безумный классный он может перекрутить соперников он может одолеть лос-лонгинуса если лос-лонгинуса не будет самого начала атаковать жестко ну а так было такое то что как я говорю то что соперники его бьют а взрывается не он а соперник ну и конечно же много двойных ничьей то есть по взрыву так что вайлдвайвер заслужил свое восьмое место седьмое место ксено экскалибур да ксено экскалибур занял седьмое место спустя как почему он же сильный да он сильный он за может сорвать соперника выкинуть своего соперника за арену но проблема в том что это его выносливость он вообще не выносливый если он начнется битву с сайзером он ему проиграет с выносливым проиграет если не если не начнет его сразу же отрабить если он не начинает его сразу же бить он проиграл так что вжу свое седьмое место а если по чистому я не хотел его добавлять сюда но так как он мой первый бой атака ротома я не мог его не добавить сюда вот так что седьмое место он спокойно заслужил шестое место я не смог выбрать и решил поставить сразу двоих виктори валькере и что он справится давайте начнем со спрайзан спайзан это уникальный бэй это многим поливбился шуку ринай и что он справится и кстати эти 2b у меня кстати первые мои 2b и вообще в системе боевых берст только не были от sb что я расскажу про это воспользоваться каратами он выносливый он может перекружить очень много соперников он может взорвать соперника бывало такое то что соперники начинают его бить но взрывается не он а соперники классный безумный бэйн но проблема это его щелчки щелчки нажали по него немножко слабенькие и из-за этого он может взорваться иногда бывает что соперником двойные ничьи делает но это очень редко а так он классный то есть проблема небольшая в щелчках но это ее очень сильно незаметно так что так что вот так ну что виктори вальки виктори вальки очень классный бои от такая ротами именно такая ротами он очень классно из-за своего драйва variable он у меня пробужденный он что я скажу он взрывает соперников но он выкидывает своих соперников но какая в нем проблема это его выносливо из-за того что драйвер стекся вся сила уходит на ускорение и если он не начнет никого не выкинет или не взорвет то он может считать по играм конечно же есть проблема с щелчками то что бывало то что он атакует начинает в атаку и идти в атаку атакует бэй а соперник взрывает его вот было и такое но так он часто выкидывает соперников выбивает но иногда он сам вылетает из своей же скорости так шоу классный бэй вот если захотите взять виктори валькири атака ротами берите пятое место занимает king кирпус да king кирпус занял пятое место объясню почему такая ротами сделали супер крутой бэй это реально классный бэй он у него хорошие шелчки его никто не но его почти кто мне не взрывает вы очень сложно взорвать он наоборот он наоборот взрывает соперников он может выиграть любит давал твой он может выиграть рак того роджер мутера он побеждает у меня тоже на некоторых бф из эволюции ну кроме фафнера я все он проиграл он даже может взорвать кого-то из эволюции я вам честно говорю а при этом он сам не взорвется о он можно реально выдерживает все атаки кто бы на него не пытал даже лонгинус лонгинус он проигрывает ну лонгинус выигрывает а кирпус выигрывает он может даже победить что за некоторых боев так что заслужил свое пятое место четвертое место занимает атлас анубиан многие напишут ты что как это четвертое место атлас анубиан да атлас анубиан занимает меня четвертое место скажу так он красный да он сильно может победить того же фафнира но он не мой любимый бэй ческ анубиан не мой любимый бы он мне не очень сильно так нравится да мечтала вот заполучить коллекцию но я не такой сильный фанат анубиана да он типа побит он чемпион в мире типа у хасбур он типа ну по первому сезону ли там эволюцию побежал вот но все же это ухо вот такая томи он счет щелчками такая же ситуация как у кервису сложно взрываем не иногда бывает то что он с соперниками делать не бы но ничьи но это очень редко так он побеждает соперника перекруживает их но иногда или соперники тоже его перекружать ну или сильный атакующий боевого выкидывать так что вот так вот так что свое четвертое место третье место занимать егдра сил и он же ехдреон но честно пишет да то что а как это не при он занимает третье место анубиан 4 это мое мнение ребята их дреон для меня намного сильнее чем анубиан вот из-за его крутого драйвер у хасбур они поленились сделать этот драйвер и все и я не считаю что у хасбур классный появился егдреон да там хороший типа сложно взрываемый ноута кара тоже сложно взрываем выкинуть сложно хочу вам сказать вы конечно как того может его перекрутить на своем волне ну и то иногда скажу больше всего побеждает и красиво играть сил очень сильный бой он может выдержать атаки лонгинсом валькири отдакса ну любые атаки даже к скалюсу так скажу слабость это если насчет бы его сужу сильно бить 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 тогда он может проиграть и все щелчками такие же как почти как у кирбис так что засушил свое третье место второе место конечно же ласт лангинс бэй луича саги первый бэй в левую сторону это легендарный бэй и блэйдер тоже в это же что я вам скажу этот бэй от какой бы ни был компании он все равно классный даже у хасбур да у меня был когда-то хасбур от лонгинс но короче кто бы у него не был на пути он его взорвёт или выкинет но чаще его взорвёт это классный бы он может одолеть каких-то бэй даже из-за эволюции у меня бывало такое он крутой сильный кто бы на него как ни говорил все равно он заслужил свое второе место первое место как неожиданно это занимает май миноборос да май миноборос сейчас многие будут спрашивать как это май миноборос занял первое место его даже не было мультфильме да его не было мультфильме но это не значит что он слабый он безумно сильный у такара тони хоть он и вышел в линейке эволюции он все равно считается как система в берст него книга не год лайксист он взорвет любой соперника он просто он сильнее он намного сильнее чего вы думаете он одолевает он взрывает бэй эволюции честно вам скажу выкидывает их зато из-за своей необычной формы он очень сильный он он победит кого угодно мне кажется так же из-за этого он заслужил у меня первое место май миноборос лучший бэй о такара томи его первого сезона ну вот такой у меня получился топ-10 любимых бэй о такара томи первого сезона да такой необычный топ честно скажу меня если видео будет какой-то немножко станет для вас ну поймите это мой первый раз когда с ним делать такой формат роликов те кто снимает уже такое на уже давно ребят правда если что-то не так то извините это я впервые такое снимаю и вообще делаю вот так что хочу услышать ваше мнение кое ваш любимый бэй первого сезона но сам батальмон подпишись на мой канал ставьте лайки и спасибо вам за полторы тысячи подписчиков и до до не всех моих боев очень-очень скоро так что ждите